Привет всем! Причин, по которым неровно работает двигатель на холостом ходу, довольно много. Здесь мы должны четко определить, именно когда двигатель работает с перебоями. Первый. На холостом только тогда, когда двигатель еще холодный. Второй. На холостом, когда двигатель холодный и двигатель горячий. В обоих случаях. Третий. На холостом только тогда, когда двигатель горячий. Причинами во втором случае могут быть более широкий список. Сейчас я перечислю основные причины. Причины неровной работы на холостых оборотах разделяются на две категории. Первый. Проблемы с топливом или топ-стопливной системой. Второй. Проблемы с электроникой или с электронными управлениями. Именно причиной неполадка могут быть электронасос, форсунки, а также свечи зажигания, катушки зажигания, электронные тачики, пастос воздуха, неполадки с клапаном холостого хода, некачественное топливо, регулятор давления топлива, естественный износ деталей цилиндрово-поршневой группы, поломка деталей и узлов крепления двигателя, неисправность подушек двигателя. Еще бесконечно можно перечислить причины. Целую книгу можно написать об этом. Иногда, послушав двигатель и симптомы, хороший опытный мастер вам подскажет, что именно причина. Но часто профессионалы тоже ошибаются и не могут сразу определиться, что тогда сделать и как поступить. Вот на это существует самый простой ответ и решение проблем. Это диагностика автомобиля. В последнее время конструкция автомобилей все усложняется и с первого раза даже инженеры-конструкторы того же самого автомобиля не смогут сразу определить и сказать вам причину неполадки. Но, чтобы облегчить для себя жизнь, для этого существует компьютерная диагностика. Раньше с этим вопросом было чуть потруднее. Нужно было ехать в специальный сервис, где с помощью компьютера диагностировали ваш автомобиль, выявляли ошибки, консультировали, что именно может быть с причиной неисправной работы. И за это брали деньги. Но появилась возможность, и за эти деньги, и часто меньше, чем с нас берутся услуги в сервисе, в интернете можно купить диагностирующее устройство. Такие простые и дешевые диагностирующие устройства OBD-2 стоят очень тешево и практически показывают все ошибки, которые записывает ваш портовый компьютер во время неполадки. А судясь с помощью этих ошибок, часто даже вы сможете определить, почему иногда неровно работает ваш двигатель. Ссылку, где можно купить этот диагностирующий сканер, оставлю ниже, в описании видео. Стоит в районе от 2 до 10 долларов, и при покупке нужно обратить внимание в описании, подходит ли данный сканер именно для вашего автомобиля. Сканеры умеют читать, удалять коды и многое еще. Незаменимая вещь для автовладельца. Из большой вероятности он вам даст нужную подсказку. Я, например, когда неисправность замечаю автомобиль, сканирую ее. Но не тороплюсь с выводами. Сохраняю эти ошибки и потом стираю, удаляю их. Если еще раз замечаю похожие неполадки, снова сканирую двигатель. И если ошибки на данный момент совпадают ранее с сохраненными ошибками, тогда уже более с большой уверенностью можно судить, что именно является причиной. Вот, друзья, мои главные советы. И в конец видео хочу попросить, если хоть чем-то было данное видео полезным, пожалуйста, поставьте лайк, поделитесь в соцсетях и подпишитесь на канал. Спасибо всем за внимание и удачи всем!